и так и перевела свой рисунок на акварельный лист не очень сильно давя на карандаш это тоже важно чтобы карандаш потом не сильно просвечивал после того как вы будете работать с акварели непосредственно и теперь мне нужно сделать это нанести маскировочную жидкость на вот такие маленькие семечки внутри ягодки потому что они освещенные солнцем светится и соответственно что я хочу чтобы мне тоже осветили тени но каждую ягодку обходить это слишком слишком серьезно чтобы быстрее лучше нанести маскировку смотрите нам надо навести маскировку на ягодки правильно то есть смотрите как они располагаются не по таким как бы косой линии как бы полукругом идут я смотрю что они так идут здесь прям полукругом куда-то ходу так и дальше полосочка дальше дальше полосочка то есть примерно по таким линиям идут так вот так я еле еле прикасаюсь их черчу чтобы мне нанести маскировку чисто так себе намечаю то есть я намечаю себе эти линии по которым я буду наносить примерно расчерчиваю себе и сейчас сразу я возьму такую кисточку которую мне не жалко использовать в качестве рабочего инструмента нанесу маскировку такие маленькие семечки здесь чем ближе к краю они располагаются немножко чаще а потом ближе к серединке реже это из того что закругляется там конечно будут они будут почаще именно вот по продольного сечения можно прям по линии расположить немножко выходя можно за линии потому что они не совсем уж так геометрически правильно расположен это все-таки живой объект они через тешь поэтому где-то если выскочит одна семечка вообще не страшно даже нужно где-то не конечно темнее но сейчас я уж этим пренебрегу можно здесь с теневой стороны их не прорисовывать маскировка потому что они там будут темнее мы потом это сделаем просто более плотным тоном внизу тоже получается раз у нас и более ракурс сверху здесь они будут немножко чаще расположены чем серединке которые нас хорошо видимые и также у это ягодки здесь немножечко видим чаще рядышком сразу второй рядочек такой здесь уже немножко пореже ну еще парочку нарисую сейчас так раз может здесь это блеснула оценка такой вот эту часть теневую не нужно прорисовывать эти тоже не буду прорисовывать если что потом добавлю немножко белье и теперь мы ждем чтобы наша маскировка хорошо высохла и после этого буду смачивать лист итак наша маскировочная жидкость высохла и теперь нам нужно хорошо случить акварельный лист сначала мы смачиваем с обратной стороны берем флейц и хорошенько промачиваем бумагу смачивание проводить лучше несколько подходов чтобы бумага напиталась водой нам нужно чтобы она изнутри как бы стала влажной чтобы у нас уже потом было больше времени для работы и наши заливки быстро не высыхали поэтому я вот так вот хорошо прохожу с обратной стороны на один раз потом на второй раз таким образом потом лист переворачиваю кладу его на пластиковый планшет либо в данном случае на стол мой непромокаемый и смачиваю с лицевой стороны ровно сделать как рано нужно теперь смочить таким образом чтобы лист полностью разровнялся и приклеился плотно нигде ни с какого края не поднимались краешки чтобы он на всем протяжении был абсолютно ровный прямой так нам будет проще работать он у нас не будет вестись волнами и будет просто комфортно и вести работу поэтому потратим время и промочим ну вот у меня он хорошо прилип теперь нужно подождать наверное минут пять-десять чтобы верхний слой воды впитался немножко внутрь и пока бумага впитывает себя воду я вам покажу как собственно будем мы изображать наши объемные ягодки это примерный референс нашей композиции которые мы рисовали его собрала из отдельных элементов и вот смотрите допустим ягодка да вот такая что ее делает объемной именно в нашем восприятии на нашем листе это освещенная часть какая-то блик теневая часть и рефлекс но здесь плохо видно именно на этой ягодке но вот когда мы так изображаю то будет предмет объемный особенно круглый и здесь также смотрите есть блик есть освещенная часть более такая красная есть теневая часть этой стороны вот ее лучше продлить конечно и рефлекс с этой стороны в данном случае ягодки не сильно натуральные нету сгенерированы искусственным интеллектом поэтому возможно какие-то казусы можно только придерживаться чуть-чуть этого референса но не срисовывать его дословно вот ну в целом картина ясна да есть свет блик тень и рефлекс и таким образом читается объем вот тень собственно идет по таком по такой форме как будто по полукруглым полуовал если у нас объект здесь круглый то она как бы закругляется в том еще раз проявляется не вот сейчас мы будем на наших ягодках пытаться это отобразить мы дождались такого высыхания когда немножко вода впиталась но все равно немножко важная поверхность остается то есть она не блестит и можно приступать к работе если у вас нет времени подождать то можно взять допустим салфетку аккуратно так вот приложите и лишнюю воду подсобрать и таком состоянии листа очень удобно вести работу акварелью и начнем с первых заливок берем нашу круглую кисточку среднего размера вот эту допустим и начинаем работу со световой части я развожу себе золотистую темную можно начинать прям чисто золотистый темный очень светленько набираю начинаю прокладывать свет лишнюю воду с кисти убираем чтобы она не растекала сильно можно было так вот работать а нам нужно этой золотистый как бы вы сделать блик беленький оставить я вот этот блик примерно обхожу его оставляю здесь у меня будет и этот важно этот блик беленький оставить сохранить чтобы сюда сильно краска не затекала здесь уже можно в целом лучше взять кисточку поменьше я смотрю у меня крупновато и вода сильно растекается поэтому я возьму свою попробую работать синтетика среднего размера объект небольшой и как бы большой кистью здесь работать не очень удобно теперь я проложу рефлекс той стороны возьмем нашу королевскую голубую разведенном состоянии и аккуратно немножко даже темно сейчас возьмем и из этой стороны я такой синеватый блин этот рефлекс проложу так и здесь можно похолоднее подкладку сделать какую-то немножко розоватого сиреневатый цвет пусть он так перетекает местами вот видите на первом этапе ягодка такая получается не сразу красная немножко видите цветная от золотистого к какому-то синему переходит это делается для того чтобы не упустить эти нюансы по тону где-то там может даже сиреноватый проглядывать потому что ягодки же тоже отражаюсь немножко в себе содержит все лица то окружающего пространства а так как у нас листва зеленые может и на ягодке что-то зеленое появляться в живописи все взаимосвязано друг с другом поэтому я даже могут подкладку зеленой тени и сделать но не злоупотребляем зеленым цветом иначе красный потом прожухнет если мы много зелени наложим так как у нас зеленый цвет противоположен красному и они друг друга гасит так ну и после того как какая-то такая у меня подкладка цветная есть теперь мне нужно ввести сюда немножко красным и я возьму гераневую красную чистом виде вот так развожу на палитре сейчас мне важно чтобы мои кисти не было много воды поэтому я прям размазываю по палитре сначала краску вот таким образом если лишнего да есть я так аккуратно убираю об салфетку и вот такой полусухой кисточкой я вот аккуратно смотрю чтобы вы нести краску вот примерно нормально уже то есть меня не ничего не растекаться не должно сильно мне надо контролируемо более-менее проложить свет я ввожу даже немножко в синий но совсем аккуратно чтобы сохранить какой-то рефлекс дальше опять добавляю опять лишнюю воду убираю и только после этого продолжаю работать по краю я вижу что ягодка она именно красная у нас вот этот центр больше освещенный поэтому я красноватый край нужно до конца проложить не яркий то есть густого цвет не берем когда прокладываем именно свет аккуратненько вот так вот про краю можно здесь добавить больше теплого цвета то есть в нашу заливку красного добавляем больше золотистый и он такой получается оранжевый цвет еще более сияющий поэтому добавлю здесь плотно плотности оранжевая аккуратно кисточкой оставляя сохраняя светлые участки и вот здесь мне хочется больше теплоты добавить и смотрите штрихи мы кисточкой кладем по форме то есть это закруглено немножечко представляете что в эту ягодку по форме рукой проглаживать и таким же образом кладете штрихи кистью важный момент чтобы форма у нас не терялась не ломалась класс именно таким образом мазки потому что вроде как в акварели и растекается но то же время все равно это все будет видно поэтому вот работаем по форме сохраняю блик здесь смотрю чтобы была светлая краска то есть только чисто золотистая смешанная с гераниевый красный а здесь уже можно темнее смелее класть краску это возьму сначала чисто красный и сюда его запущу вот так пусть она немножко за растекется этот красный он немножко затечет в эту сторону в эту сторону естественным образом растечется наш кутя краешек ему так под формирую чтобы более мягко растекался а потом нужно еще здесь конечно проложить потемнее даже можно попробовать сразу то есть если мы сразу пытаемся в нашу лужу не просохшую добавить пигмента то кисточка должна быть еще суще чем было берем нас допустим гераниевый красный наш вот этот фиолетовый сиреневый хинокридон и вот таким малиновым цветом даже немножко думаю приглушить надо капельку капельку зеленого добавляю чтобы у него интенсивность такой яркости ушла капельку только чтобы не перетянить и прокладываем допустим тень под листочком и потом по форме мазочки вот здесь можно проложить мазочек раз вот такой по форме добавляем вот здесь по форме это теневая часть там и как бы сейчас ее формируем как вот показать вам в камеру не видно вот надо освещено все таки с одной стороны чтобы было так получается что вот по этой форме вот таким образом у нас теневая часть прокладывается так как ягодка идет вот так и вот так то здесь немножко больше тени чем здесь то есть она не прямо вот так отсюда до сюда пошла а немножко как был здесь вот так вот форму под закругляется 10 и не больше сюда уходит вот таким образом и опять сюда на вот здесь она появляется вот так то есть как бы две такие матрешки 1 матрешка 2 матрешку и не забываем оставить рефлекс на самом деле рефлексе здесь можно так еще больше потом пройтись сверху вот этой королевской голубой кровище краской она прекрасно я же сверху уже готового тона но это делать уже немножко надо когда краска подсохнет по мокрому все совсем растечется и ответьте получается я в один слой уже практически набрала тон мне здесь нужно уже принципе подождать когда краска подсохнет и дорабатывать ее уже вторым слоем но сейчас уже ягодка читается также мы продолжаем работать и с этой ягодкой следующий то же самое дело беру светлую свою золотистую чистом виде начинаю работать ей аккуратно захожу и прохожусь где мне там листик под листиками то по любому тень а вот эта часть у меня будет такая освещенная я оставляю блики они кстати блики идут не ровному не ровно как было такими штучками обходя наши зернышки такими формами вот эту форму тоже можно половить например что тут такое да и только блик оставить на самом деле если там что у нас бликами не будет совсем все хорошо то мы в самом конце мы уже немножко пройтись белилами вот сейчас весь капнула это лишняя лужа она мне потом будет мешать и поэтому и подсоберу если краска ложится сильно влажно заливка именно когда мы работаем со смоченной бумагой с двух сторон то не просто бы сложно работать сразу набирают он поэтому ты ее подсобираю тогда уже работать будет проще так дальше то раньше уседающий заведу немножко начинаю смешивать с красным здесь уже немножко развожу и добавляю красноты аккуратно аккуратно кисточку все время протираю об салфетку когда мне не нужно слишком много воды так подхожу здесь можно немножко больше красноты сбоку помним что она как бы ягодка заворачивать это та часть сама освещенная вот этот кружочек как бы по этой части а вот этой стороны немножечко потемнее так вот эта часть нас рефлекс поэтому заходим с рефлексом опять беру королевскую голубую для рефлекса прохожусь по всей поверхности вот так только сильно плотно не берите цвет и теперь добавляю розовый свой сиреневый сюда добавляю немножко смешивая такой не слишком плотный тон должен быть вот так можно соединить сразу это у нас листик листики пока оставляю и теперь мне нужно проложить тень она еще красного добавим немножко для свечения давайте красным немножко даже смешаю с золотистый чтобы такой прям сочный цвет был и вот 10 мазочками так вот освежу ягодку пусть она немножко так где-то засветится не обязательно все вылизывать прям каждый мазочек иногда оставленные мазочки они добавляют наоборот живости рисунку поэтому где-то прямо хорошо бы поработать вот такими мазочками их оставить это все таки же рисунок а не фотография поэтому такие вещи даже смотрится зачастую интереснее чем когда все вылезло идеально как бы все слито в единую форму лазочки прям оставляют если мне они не нужны то мне можно их как бы немножко так то размыть так вот есть повторяем до самого конца рефлекс немножко не нужен поэтому ты все его так ослабляю а вот здесь немножко сохранить хочется чтобы вот именно по краю так светилась что-то холодное здесь немножко списываем так раз раз нужно еще добавить местами на самом деле потом мы потянем еще пройдемся сверху когда уже будем дописывать эти ягодки сейчас они должны сохранять такую живую заливку незамученную это важно чтобы был еще шанс на доработку самое главное помним свет рефлекс тень вот это прокладывать первой заливки и достаточно тонн не бойтесь его чтобы не было много слоев наложенных друг на друга проще конечно работать такими по крайней мере по мокрому проще работать набирает он практически сразу этим и цена техника так мы дальше сразу я продолжу с листиками работу чтобы это все органично друг друга сплеталась сплавлялась поэтому я беру зелененький свой рядышком его развожу на палитры даже вот здесь можно добавляю золотистую в него он такой светлый зеленый цвет у меня будет и где-то им можно поработать здесь важно то что у меня листики они прям сияют местами чуть ли не белым поэтому здесь важно взять очень такой светлый тон где-то может быть более такой рыженький где-то наоборот немножко его более голубыми сделать добавлю допустим кобальт разведенный очень сильно пусть холодное небо допустим они отражают особенно когда листики смотрят на солнце ну не на солнце там на небо но они по-любому будут его отражать поэтому если это типа где-то эта веточка на улице у нас находится то небо здесь тоже будет присутствовать в зелень и наши ягодки тоже рефлексируют каким-то небом такую заливочку делаем светленькую такс и этот черенок я просто светленьким заложу его сразу так а потом можно ему дать тень какой-то но это делать лучше вообще уже в конце потому что сейчас смысла нет у нас еще фон будет мистика можно сразу попробовать дать тень я беру более плотный зеленый немножко в него добавляю красного сейчас попробуем это же помним что кладем краску на кисть мокро то есть она должна быть полусухую когда мы делаем какие-то детали по мокрому вот я внесла такие детальки видите у меня ничего сильно не растеклось в ягоду если я возьму лужу в кисточку то это все потечет вниз и будет расстройство что ягодку испортили листики так зелененького добавлю ножка здесь не не поставим так где-то вот здесь можно сделать удобно делать какую-то деталировку сразу потому что это все очень мягко затекает друг в дружку и получается очень естественно как бы акварель и здесь работать за нас нам не нужно проходить следом что-то размывать убирать там лишнюю жесткость краев этим очень приятная техника работы сильно экономит время ты лишь я сейчас на камеру как бы не смешу но можно работать и быстрее тогда это очень сильно ускоряет если где-то мы слишком залезли например лишнее то что нам не надо было мы сюда это можем выбрать по мокрым и то есть мы прополаскиваем кисточку и и отжимаем и допустим нет тут надо выбрать к примеру и беру прикладу кисточку немножко под собираю краску допустим здесь я хочу сделать больше светлого беру под собираю так она убирает не полностью конечно до белого но что-то под выбрать можно можно несколько раз таким образом проходится и что-то под выбирать в данном случае я пока остановлюсь на этой веточкой следующего тоже возьмем зелененький смешаю золотистой и немножко поформируем просто целую даже заливку цельную сделаю потом добавлю каких-то акцентов немножко добавлю холодного вспомнила о небе свое холоднее здесь сделаю такую жизненную заливочку красиво чтобы эти еще выглядывали подальше сделаем шапочка что мне нравится как у меня эта шапочка здесь легла я поэтому так раз лишнего беру как-то на прям большая шапка получилось это ягодкой можно сформировать будут край зелени поэтому ты просто сейчас под собрала лишнего доброго и ягоду буду рисовать и сформирую этот край как мне больше понравится так ну что еще добавим зелени на передний план или как видите немножко капнуть возле черенка и где-то вот эти точнее здесь можно так немножко завернуть капнуть вот эту часть краешек заворачивайся с 6 а показать таким образом я где-то допустим под собрать этот край 1 убираем и пошел у нас вот это и вас покажу чтобы я его увидела когда буду прорисовывать ягодку которые за ними находится так мы сейчас ну в принципе можно сразу начать и прорисовывать главное чтобы сильно она не затекла вот вот наверное подожду немножко подсохнет и тогда буду с ягодкой работать а пока мы можем подниматься выше и работать над цветами о чем нужно знать работая с белым цветом белый он как не что другое отражает все вокруг находящийся него то есть если у нас здесь ягоды есть есть зелье есть небо то эти цветочки будут в себя в свой белый включать в основном все эти цвета особенно смотря куда они повернуты если бы цветочек смотреть вверх ну естественно он будет более голубоватый потому что будет отражать небо если как вот этот например смотрит вниз но смотрит сюда что он здесь видит он видит здесь зелень листик зеленый по-любому будет там что-то зеленое он видит немножко ягоду по-любому будет что-то теплое от ягод отражать вот и таким образом у нас формируется белый но это все отражение будут явно свет светлее чем настоящий цвет то есть там зеленый будет не зеленая зеленоватый слегка вот это важно и путем контрастов мы их изображаем если допустим освещенная часть белого она будет прям может чисто белая быть если теневая часть которая прям в тени вот как допустим здесь она будет явно плотнее темнее потом чем допустим до телевистики которые так более светлые поэтому мы заводим очень светлый тон допустим я начинаю с голубоватого беру кобальт или даже свою дымку очень светло развожу ее и допустим начинаю с листиков которые могут повернуты быть к небу это вот этот листочек немножко как бы отогнутый немножко я добавляю сюда синевы совсем очень сильно разведенным тоном тут буквально буквально свет светло-светло голубовато не то чтобы он синий был сейчас его еще видности него потому что я рисую чисто на белом на белом листе это синего может быть сильнее видно но когда я веду тон она от синева превратится практически белый цвет далее есть может немножечко так и дальше ввожу такого более теплого я прям беру свою лужицу которая у меня была зеленовато оранжеватая очень светлое тут так вот развожу тон и добавляю вот такой какой-то теплый цвет ближе к серединке он может быть плотнее потому что там в принципе зеленая штучка какая тут видно по кругу идет может здесь цвет быть по плотнее нет этот пестик вообще зеленый не только какая-то пимпочка светится центр так по плотнее виду и можно сразу от него как бы просто водичка растянуть немножко тону так и вот так и вот такой потом естественным образом получится вот так можно немножко теплоты больше добавить я возьму немножко красноватого или оранжеватого там с красным смешанного и допустим вот слишком переборщила немножко можно розовинки добавить то дополнительной живописности несет я вообще очень люблю рисовать белый цвет из того что он такой многогранный не можно там играть с оттенками на самом деле здесь нужно еще добавить теней но сейчас у меня прям заливка такая важная я перестрахую все это сделаю чуть попозже когда она подсохнет а пока будем делать следующий который смотрит вниз он там более такой зеленоватый тон то есть часть него светится а вот это вот вниз смотрит она такая более зеленоватая плотнее так сразу виду это тоже так и там это пусть будет освещенный все зеленоватые и далее там что-то теплое так идет вниз спускает теплое посветлее видите оранжевый капель зеленого такое дает серенький цвет теплый и теперь нужно можно сразу зеленый пестик можно рисовать который мы видим набираю кла краску во плотнее и сухо и вот здесь сейчас я попробую его сделать окрас так что-то потемнее так по кругу внутри важно не оставлять этих белых точек потому что там у нас тень если у нас лепестки сверху светится внутри там ничего уже не светится там все находится в тени и даже то что там белое она белым не будет она будет каким-то серым зеленоватым и розоватым но не белым и потом мы еще лепесточки друг от дружки отделим немножечко когда у нас вот эта заливка первое не начнет схватываться сейчас то сделать сложно и легко перетянуть все-таки белый цвет наш и он уже будет не белым если я сейчас буду сейчас буду залазить поэтому я уже залезла лишь не выбираю краску и оставляют на потом следующий цветочек он такой более свежий поэтому больше голубизны дадим добавим него уж такой посвежее вот видите голубой цвет такой определенной свежий сдает в данном сюжете поэтому как бы отвернулся от всех и смотрят на небо очень такой посвежее будет тень немножко конечно потемнее 10 теневая часть можно так добавить посередине вот так и здесь немножко такой рыженький желтенький рыженький пестик пусть будет так вот эти точинки сделаем тоже потом позже по сухому вот таким образом у нас формируется первый слой для белых цветов на самом деле можно уже и дорабатывать уже немножко краска как бы внутрь вошла поэтому легкий легкий тон я беру серенький у себя намешиваю на палитре и допустим вот это у меня хоть и не с этого края лепесточек а эти два посветлее я вот этот немножко притемняю со всеми или заметной разницы чтобы не было темно слишком иначе если перетеним то белый уже будет не спасти в белом сети очень важно сохранить этот светя свечение чтобы он был самый светлым пятно в картине поэтому я немножечко добавила здесь тонов и по краям вот здесь и все оставляю опять пусть подсыхает лучше доработать их по сухому в этом случае здесь не нужно поспешить а я могу перейти к ягодки которые у нас за вот и за это ягодка тут уже все подсохло я уже могу формировать и не хочу эту ягодку сделать такую же яркую как вот эти две передние на переднем плане чтобы она не выделялась так сильно поэтому я ее сделал немножко более холодный возьму заведомо такой красноватый холодноватый цвет и начну ее формировать большой таким розовым это ягодка получается сейчас пора описываю зелень на вот это ближайшие ягодки как я вижу здесь немножко пищу так она будет получается что мы тем предметом который лежит у нас вдали делаем контур вот этому предмету это такой важный этап часто нам приходится акварелью так работать потому что мы не пишем здесь белинами сверху не могу проложить более светлый цвет как это делается в масле или гуаши поэтому вот мы работаем так с негативным пространство прописывая позитивное негативным негативное пространство то что за или между так дальше здесь тоже формирую вот таким образом краешек и смотрю как я хочу загнуть так они выглядывают конечно можно там точечно белила где-то проложить если уж совсем все плохо но это уже такой крайне спасательный вариант когда ничего нельзя другого сделать рефлекс здесь будет такой более сиреневый пусть смотрите я той ягодкой вот этой ягодкой захожу и она должна быть либо светлее либо темнее это ягодки так как я хочу здесь прям рефлекс этот подчеркнуть холодные сделаете мне эту немножко я крупнее делаю так вот эта часть немножко потемнее сделаю более глухой темный так захожу и подчеркиваю мне вот эта дальняя ягодка нужно как раз чтобы подчеркнуть эту чтобы это еще интереснее засветилось как бы вариант когда мы подчеркиваем чью-то красоту атрибутами рядом стоящие вот в данном случае это ягодка выступает такой таким атрибутом который чисто подчеркивает самую главного героя рефлекс можно у нее немножко под выбрать так просто берем кисточкой проходим и убираем лишний тон таким образом и дальше можно продолжить работать на зелень и тоже можно немножко голубоватого цвета ввести и борщила смотрите тут тоже не будут таких прям ярких акцентов как в этих близлежащих немножко она будет все глуши не такое контрастное не такое яркое это такой важный момент в изображении когда у нас много составные композиции какие-то либо пространство это называется воздушная перспектива и мы намеренно ее создаем даже если ее как бы нету мы не видим иногда когда мы рисуем допустим что близ близко лежащий друг другу к предмету то мы как бы их видим примерно одинаково но на листе мы намеренно создаем эту разницу чтобы у нас выделить передние и дальние как бы только их подчеркивали это тоже вот такой художественный момент который нужно использовать в своем творчестве от этого картины только будут выигрывать и становиться более профессиональными немножко сюда просится королевская голубая просится запросилась она опустите меня в эти листики хочу пущу распросятся иногда какие-то моменты делаются на интуиции что лют захотелось капнуть мне сюда королевской голубой ну что не могу я себе отказать в этом удовольствие и вот здесь хочу копать вот так иногда прям это если внутренний ребенок просит то нельзя ему отказывать чаще всего что-то интересное получается когда они все подвержено логике где-то мы какие-то спонтанные решения принимаем следуя нашей интуиции так ну что у нас дальше дальше у нас будут фон листья сейчас мы эту заливочку немножко подождем пусть подсохнет и будем заливать целом фону работа с фоном наверное мой самый любимый этап работы над акварельной картины здесь как правило больше всего каких-то поисков именно по цветовым по тональным решениям и сразу видно результат улучшается работали на проток ухудшается фоном как также как можно вытащить работу также можно фоном и испортить работу поэтому данный этап важен и желательно его проводить изначально на каких-то маленьких форматов как бы поисковые решения пятен а потом уже переносить на свою акварельную работу ну в данном случае у нас уже есть готовое решение поэтому мы его просто повторим так чтобы сделать фоновую заливку нужно сначала смочить лист смотрите я смачиванию вместе с листьями которые у меня будут более темные но до ягодок я немножко не дохожу оставляю где-то пол сантиметра чтобы у меня фон не затек в ягодке особенно в световой части это важно я хочу чтобы он их только подчеркнул свет на ягодках но не затек с него части можно подходить вплотную там мы будем их даже немножко где-то сливать с фоном чтобы они мягко в него вплавлялись и вот таким образом я смачиваю обходя предметы которые будут светлее фона листики если мне тоже будут на фоне светится это же их обхожу не подходя близко а черенок от этого ягодки тоже не подхожу к нему близко вот здесь тоже листик сначала я его списала водичка это будет более жесткое касание поэтому здесь я его оставлю и прохожусь сверху сверху вот именно я хочу чтобы листик у меня засиял на фоне поэтому я его сохраню может быть будет даже темнее поэтому заходим на него цветочки белые обязательно сохранить поэтому к ним близко не подхожу чтобы они меня это было у них как раз такое жесткое касание где касание жесткие мягкие то что я вам сейчас говорю такой очень важный момент который мы с вами сейчас подробнее поговорим когда будем заливать фон еще немножко здесь и еще раз пойду чтобы у меня фон не высыхал и дал время мне поработать и поразмышлять таким образом смочила теперь беру кисть достаточно крупную вот такую кисть беру и беру свой золотистый который у меня будет светлой части фона находиться и развожу его с водичкой не слишком густо потому что я не хочу чтобы у меня фон был прям оранжевый мне нужно немножко золотистого теплого цвета внести него развожу и прохожусь местами прям заходя на зелень где-то где-то вот здесь допустим хочу золотой такое свечение дать золотистая разведенным колера смело проходимся где-то на листике прям заходя чтобы с них сияние дошло можно где-то кусочки белого в принципе оставить когда оставлены местами белая бумага тоже смотрится интересно часто здесь пойду и наш к листик куда сюда дойдем здесь допустим кусочек оставлю прям белого примерно так а теперь нам нужно залить массу фона вот этого голубоватого я как заявляла возьму бирюзово-розовую дымку она немножко распадается и в целом такой цвет будет не слишком ядреный как раз подойдя подходящий для фона если у вас бирюзово-розовой дымки нет вы можете взять кобальт обычный кобальт бирюзовый немножко их смешать и получится что-то в этом роде но возможно придется вам немножко его еще и приглушить добавить туда золотистый чтобы он не был слишком яркий ну в принципе можно ярким как бы это вот на ваш вкус а я вот эту бирюзово-розовую дымку так у себя на палитре разведу тоже смочу и можно поиграть плотностью где-то поплотнее наносить фон где-то наоборот по нежнее и начнем здесь допустим не будет поплотнее краска располагаться прямо так смело до проложила и потом немножко убираю интенсивность цвета и пятно делаю такое помягче еще убираю раз здесь сделаем еще помягче я прям захожу на зелень потому что я ее задумывала немножко по темнее поэтому считаю что ничего страшного если на не зайду к цветочкам аккуратно подходим вставляем белый белый важно сохранить фоном в него сильно не залезть и принципе здесь не надо сильно прописывать потому что здесь будет зелень она будет темнее строго уточнять не буду так здесь немножко так уже смотрите беру по нежнее краску здесь наоборот хочу плотнее возле возле нашего ягодки залезла делайте так аккуратно надо здесь обойти можно даже немножечко беленького оставить чтобы она светилась а тут я тут прям аккуратно аккуратно обхожу здесь здесь захожу заливкой так там у меня будет в основном все зелень поэтому можно просто кисточку промыть и так аккуратно объедините заливку в принципе больше будет конечно листик здесь немножко будет уже наверно выглядывать какая-то голубой цвет поэтому здесь мы внесем его сразу атаку радно прохожусь так и смотрите вот в этом месте можно где-то даже фоном этим на ягодку на ту дальнюю залезть и чтобы она как бы с ним немножко списалась даже на на листики где-то можно залезть и потому что во первых фоновая заливка она более такая нежная то есть не густая краску взяла и получается это прохожу лессировка по этой дальней ягодки и тем образом она еще больше плавляется сплавляется с фоном становится более такая не выдающаяся не выступающая вперед что нам принципе и нужно перелить на переднем плане ягод я выделю все-таки получше так то хочется немножко не подрезать подрезать деленушку почему подрезать чтобы она вплотную не подходила к этой ягодке это важно такая композиционная штучка фишка когда у нас не должны соприкасаться предметы друг другу вплотную либо они перекрываются друг друга должны либо не доходить но плохо когда вот они прям соприкасаются тут композиционно выглядит не очень красиво потом еще подчеркнем его темненьким чтобы она либо заходила либо отходила все 10 аккуратно прошла здесь мне надо сделать смелое движение хотя нету здесь еще мы пройдем аккуратно кисточка аккуратно здесь пройдемся у так чик так а если прям набираем побольше водички развожу краску и здесь мне надо такие просмелые сделать штрихи и даже брызнуть не замарая забрала конечно немножко ягодки но как бы ладно точно ничего страшного потому что если мы здесь начинаем так штриховать фон он будет не такой живой динамичный чтобы динамично его сделать и надо прям смело взять так раз 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 так как-то решили еще как получилось так получилось мы молодцы так и здесь продолжим можем до низа где-то доходит заливка и он смотрите так немножко расплавляется как-то сам начинает двигаться там зелень будет и это так и нужно не нужно ему мешать вот этой заливки когда такие большие заливки очень выгодно чтобы они были именно живые и сами двигались и создавали себе динамику акварель здесь работать за нас мы ее только положили а дальше она как-то срабатывает сама и мы главное ей не мешаем всегда конечно можно если что-то положили совсем этого мне нравится сюда это даже можно смыть под краном на самом деле уж нету такого что все положили и все если положили неправильно картина испорчена нет конечно же можно исправлять но когда это его не требуется лишний раз мы не залазим заливки акварелью то есть сделали мазок вам более-менее нормально лег и все мы ее больше не трогаем так вот здесь тоже такие миски купится динамичные живые сделать посветлее разбавим текст чикс вот так тоже немножечко сироты добавим здесь голубизны добавим кингем можно побольше голубого капнуть в эту сторону немножко серенького ну в принципе и все вот такая вот заливочка слишком и над ним умудрить не стоит как я уже сказала что акварель она любит дорабатывать сама и чем меньше мы внедряемся в ее пространство в ненужных местах тем она там будет смотреться живее и интереснее сочтенее и вот это очень важный момент вот смотрите как она интересно заиграла вот специально так не сделаешь а вот быстрые движения там брызнула и все она уже саму свою какой-то танец волшебно делает мне даже здесь пока что больше нравится чем в той в предыдущей работе так но теперь нам нужно сделать немножечко мы ждем пока вот этот фон схватится чтобы он не был такой совсем блестящие будем дорабатывать листья но не по сухому а по влажному то есть подождать совсем немножко сейчас проработаем над зеленью немножечко краска как бы впиталось но не сильно то есть она еще влажно синтетические кисточки нам понадобятся плоская и круглая разводим зеленую краску побольше себе чтобы нам была большая такая лужа и нас не можно было работать нам нужно уже зеленого но уходящие то более теплый то есть я рядом положу золотистый свой есть так раз раз вот так смотрите на палитру прям кладу и буду подмешивать сюда в золотистый то более холодный возьмем немножко кобальта в принципе возьмем кобальта кобальта сюда подложим вот так чтобы похолоднее можно было брать то более темного я возьму свою сиреневый эхинокридон сюда вот так и буду подмешивать зеленый он будет давать такой более плотный темный зеленый цвет то есть зеленый я не использую в чистом видео смешиваю то с одним то с другим тоном где-то красноты возможно надо будет добавить будем красненький добавлять его пока сюда положу чтобы минимарать чистую свою смесь а сюда буду брать промываем кисточку и начинаем начинаем как всегда немножко в более светлых участков допустим да тут или ножку я сделаю более светлым и сформирую зелень как я говорила будет такая достаточно условная не буду этом прописывать каждую прожилку мне надо тут она нужна она больше для акцентов немножко просто покажу что это листья виктории там и допустим не малины в целом форму будем ловить но не вдаваясь в излишние подробности вот сюда вот и теперь возле цветка важно поймать форму можно немножко даже притемнить чтобы она прям акцент такой был их контраст создать то есть зеленью подчеркивать цветочек здесь важно аккуратно чтобы мне не испортить границы цветка чтобы она была именно такой который я хочу поэтому здесь я тоже аккуратнее прохожу даю какую-то серединку прожилку можем так нарисовать немножко прожилки притемнить сразу и по мокрому кладу и увести здесь у нас подразумеваются то какие-то вот линии продольные тоже можно сразу их начертить так допустим читать здесь есть зелененькая вот эта форма тоже немножко подровняю в этом плане удобно пользоваться плоская кисточка что я могу и краешком так что-то выровнять и провести вот такую сплошную линию сделать сразу форму дальше то следующая следующий листик он более холодными подразумевался сверху поэтому я светленько светленько разведу света зеленый даже голубова ты больше вот так еще можно светлее можно прям чуть ли не белая оставлять и пройдусь сверху потом только чисто надо будет сделать кое-какие уточнения в конце подчеркнуть эту форму а сейчас мы просто и делаем светлой это как бы листик повернутый вверх он будет бликовать небом немножко а потом дальше уже темноте меняется поэтому добавляю уже больше зеленоватого смешанного тоже можно с голубым смешивать немножко сиреневых иринокридон добавляясь и получается такой вот какой-то немножко зеленоватый сероватый цвет и вот им я уже прохожусь возле этот цветочек тоже формируем форму уточняю аккуратно и списываю еле-еле провожу кисточкой как бы списываю свой темный цвет с более светлым так раз одним движением списала далее прохожу здесь также уточняю форму этому цветочку здесь и забыла нарисовать себе эту стебелек поэтому я его оставлю пока беленьким потом подрисую он светлее будет чем листик и вот здесь тоже уточняя формы цветочка и у так списываю что у меня ни в коем случае не осталось такой обводки вот видите здесь она осталась поэтому нужно лучше списать так чик-чик у нас должна быть смотрелось это должно вы именно как листика на фоне него цветочек а не то чтобы я сделала цветочку куда темно обводку поэтому здесь такой немножко холодным добавил она нечаянно на самом деле больше в зелени все-таки где даже может теплее на бы снизу то что все что вниз смотрит у нас отражает как бы землю и те ягоды она уже будет потеплее по тону по цвету потом и по цвету так а здесь тоже их 10 цветочек немножко деле не уточняю и так провожу удобно работать с такой лужи когда у нас тут есть и темные и холодные теплые переходы мне нужно дополнительно что-то замешивать я просто все время кисточку до погружаю беру нужный цвет так проходим здесь уточняем что-то смотрите получать листья где-то он прям всплавляется и фон спускается и это хорошо он становится достаточно мягко уходит фон и в принципе не будет слишком власть если нужно нам как уточнить его посильнее то можно вернуться и как бы сделать какие-то уточняющие штришки где-то допустим прожилку оставить хочу так поярче оставила дальше у меня вот этот листик который сюда заворачивается тот может конечно слишком уж сейчас отделяются не два поэтому немножко их надо связать немножко я возьму стыки теплого цвета и сюда теплого запущу вот так а то получается как будто они два инородных друг другу залезла ничего страшно мне нужно чтобы листики все-таки смотрелись как единое целое от одного растения не то что там один прям совсем инородный допустим если у меня слишком здесь растеклось я не хочу этого то я могу под собрать пушистиков вот так убираю лишних полусухой кисточкой здесь например тоже слишком у меня прям ярко не нравится я тоже под соберу потом сделаю по сухому возможно какие-то акцентики таким слабым тоном так и вот этот листик который сюда смотрит нужно нарисовать на самом деле мне так нравится этот переход ну что уж хочется его как-то сохранить не знаю получится ли но можно попробовать сделаем листик более холодный здесь переход его сейчас так вот просто водичкой листик сделаем похолоднее той стороны чтобы он был так как-то плавно перетекал у него не знаю получится ли нет попробуем так ладно здесь у нас начинала начала листика чингин формирует цветочек аккуратно подлази под него чикс чикс так зеленый не закончился подмешиваю еще синего добавляю сюда сюда синего сюда немножко фиолетового этого сиреневого хинокридона немножко подмешиваю так из холодного добавим пробую так оставить посмотрю как это будет смотреться листик чтобы типа пропадает и опять появляется так далее у нас там больше красного даже наверное с этой стороны тикс подлазим между цветочками где у нас там темные акценты есть еще мы конечно будем дорабатывать и зелени и где стебельки это не конечный этап работы и где-то по листикам пройдемся на финальном этапе сейчас нам важно заложить основу по мокрому чтобы она не слишком выбивалась будет крупный лист в целом такой где-то выходящий где-то заходящий чтобы еще больше контраста создавать и дату завернул так смотрите когда мне не нужно слишком тонку это сильно накладывать я как бы как будто подметаю штриху и еле еле прикасаясь бумаги кисточкой и мне тогда немножко тон не так сильно отдается как если бы я его так вот плотно прижал когда плотно прижимаю тот он сильно отдается когда я деле прикасаясь то он как бы слабо отдается и тут тоже навыки работы с кисточкой материал нужно свои изучать и тренироваться с ними работать интересно оставить как бы была бы в прямом эфире наверно бы сейчас это голосование устроила оставить это свечение такое пятнышко вот это едет закрасить чем не нравится он непонятно что-то не привлекло в такой штучки я бы даже здесь добавила здесь не добавится наверно немножко под выбери просто вот эти казалось бы такие случайные потеки расплывы они придают акварели особую атмосферность иной раз и поэтому если вдруг что-то случайно получилось вы прежде всего посмотрите и подумайте возможно эта случайность придаст вашей акварели еще большую живость поэтому советую вот к этим нюансам присматриваться просто обращать на них внимание вдруг в этом будет особое волшебство а я сейчас немножко еще добавлю наверно теней здесь на листике чтобы прям контрастную какую-то акцент создать в этом месте может здесь тоже чуть-чуть чуть-чуть какое-то притяжение зона притяжения листики по мокрому можно кое-где еще раз пройтись чуть чуть-чуть уточнить возможно где-то тут центральную прожилку подрисовать пока не высохла все это будет мягко а потом уже по сухому посмотрим насколько нам нужно еще детализировать стиль листья возможно там буквально несколькими мазками вы обойдемся наша задача чтобы они просто были похожи чтобы мозг уже да придумал что это именно листья клубники они думают к примеру сейчас не кстати похоже на что-то другое они лишние как-то я сделала так но я наверно на этом остановлюсь сейчас листья уже доработаем по сухому здесь только еще одно кто по сухому посмотрим какая-то еще детализация нам нужно будет а сейчас можно доделать во первых вот эти стебли у ягодок мы сейчас возьмем немножечко тоже такого потеплее зеленого теплого зеленого возьмем и немножко уточним стеблю здесь какой стороны нас тень где-то немножко расплылась но тоже ничего страшного потом по сухому сделаю к расплывается сильно можно пока поработать над цветочками так как они требуют еще таких доработок сейчас они у нас слишком белые слишком выбивающиеся из картины можно начать с серединки здесь у нас центральная часть такая зелененькая ее намечаю тут же следом беру затемнение делаю так как мы видим цветочки вот здесь более темная серединка и какими такими полосочками идет тычинки они сами по себе у них светлее вот эти штучки поэтому таким солнышком я показываю что там вот есть именно вот эти самые тычинки как бы я рисую негативное пространство между ними затемнение а их оставляю светлой бумага то есть тычинки мне будут группы тычинок вот в этих местах светлых типов сильно тут нужно прям такого детализации только немножко показать что они там будут и все а их прорисую что позже сейчас затемняю лепесточек немножко смотрите места касания важно еще вот этот лепесток совсем соприкасается мне нужно решить какой будет светлее какой тем нет я сделал этот потемнее как бы он будет и не больше этот чуть светлее чтобы вот видно было вместо раздела у них можно следующее допустим также так вот и потемнеет здесь чуть-чуть посветлее оставить и водичку это вот размыть и вот видите они отделились друг от дружки следующий тоже посмотрим также может там внутри какая-то затемнение будет как будто он подверг под завернулся и здесь вот так вот сверху светленько внутри темно вот так примерно здесь может немножечко какую-то красноту больше дать здесь допустим немножечко по стене я сделаю тоже место потемнее так то раз немножко размою кисточкой когда я разнула просто чистой водой аккуратно сейчас я работаю только кончиком кисточки то что у меня маленькая плоскость поэтому я у нее слишком много краски не набираю мне тут на важно чуть-чуть детализировать просто чтобы как бы лепестки друг от друга отделились чтобы появилась больше немножко объема появилась и главное чтобы он приблизился к общей картине по тональным соотношением не слишком чтобы выбивался поэтому цвета делаем используем то что у нас в окружении ничего лишнего не придумываем если я нарисую другие другой тональности там допустим больше конкретно серого сделаю то цветочек это будет просто выбиваться этой картины не казаться инородным села вот когда мы используем те тут же самый колорит ну как бы он просто связывается с ним и все можно на самом деле вот этот лепесточек у так прямо вести чтобы где-то не везде были касания жесткие очень интересно когда есть игра касаний касание это вот соприкосновение темного со светлым вот это называется жесткое касание потому что на по сухому сделано в каком месте вам показать вот это вот более мягкое касание когда вот немножко контур как бы расплывается у меня здесь таких прям совсем мягкие касания нет она почему есть у листьев вот у листьев это мягкие касания когда лист вплавляется в фон и интересов вы говорили по бокрому особенно создается когда у нас есть какая какая-то играть и в жестких и мягких касаний то есть где-то у нас касание такое прям жесткая а где-то мягкая и так акварель становится более волшебный здесь прям хочется немножко помягче касания сделать я даже так вот размою немножечко беру жесткость лишние жестким касанием все время притягивается взгляд потому как это такие точки зона притяжения где мы видим контраст и видим еще контраст не только по тону цвету там но еще и по формам что тут мягко и жестко но конечно мы сюда будем смотреть больше этим можно играть в композициях такой инструментарий в руках художников поиграть с касаниями так помягче сделала чтобы мне здесь не притягивался взгляд а вот так больше мягко уходил цветочек так дальше серединку цветочку тоже сейчас наметим сразу здесь какой-то пестик там какие-то тычинки тоже щеками черточкой то есть не прорисовывая там не сильно не присматриваюсь мне нужно какую-то зону затемнение затемнение сделать также там есть какие-то тоже оранжевенькие пятнышки этих тычинок можно тоже то так даже бы залить чтобы в целом смотрелась это какой-то массой а взгляд у вас это мозг да придумывал что у меня там происходит когда все за нас решено прямо досконально мозгу становится неинтересным в имя таких картин мимо проходим когда там прям все так прорисовано но если это не говорил окружительной степени какой-то гиперреализм когда просто смотрит что неужели так можно нарисовать в целом в картинах интересуют всех недосказанность потому что у нас есть фотография которая придает передает прям реализм с точностью и когда уже есть какие-то потеки недосказанности обычно это всегда привлекает внимание начинать есть на чем задуматься притягивает зрителей больше ну и как бы всем конечно не угодишь все равно у всех разные вкусы кому-то ближе одно кому-то другое это нормально не бывает такого что прям можно во все категории зрителей попасть своей работой здесь нужно делать так как вот вам нравится больше потому что художник прежде всего зрителей своих работ то что ему близко то что отзывается примерно так и рисовать потому что все равно найдется зрители с такими же ценностями интересами как у вас где много в мире поэтому приятно когда ты себя не предаешь делаешь то что тебе нравится потом находятся зрители которым это тоже ценно самый такой смак реализация творческая когда все так складывается поэтому даже коммерческой иллюстрации можно выбирать все-таки рисовать то направление этой темы которые вот именно близко по миру ощущению даже на самом деле заказами тоже можно как-то немножко фильтровать и браться за заказы которые тоже откликаются тогда вот искусство будет более честным так а мы продолжаем здесь тоже вот я оранжевые капельки подложила как какая-то там история внутри и немножко тинаты зеленый . так подложим там будто у меня какой-то пестик расплывающий стих не могу ничего разглядеть как бы такая масса точечными так раз здесь можно подчеркнуть их разделение например листиков в одном месте чакс надеюсь мне хочется немножко их подразделить примерно тогда подсох уж подсыхает немножко заканчивая тоже немножко еще надо тона добавить я вижу не хватает для объема по краешку немножко зеленоватым добавляя оставляя серединку такую светлыми стали здесь тоже можно пройтись по контуру где-то добавить такие акцентики где-то допустим пятнышко когда мы уточняем какие-то акцентики ставим этот акцент не должен быть обводкой то есть нельзя ввести вокруг вот эту всю зелень это будет смотреться сразу неестественно нужно делать это точечно допустим здесь я поставила какой-то акцент все не трогаю дальше где допустим немножко уточнила тень поставила какую-то и все вот здесь может краешку поставила здесь мы что здесь так вот уточнила конечно ориентироваться нужно на референс смотреть где там тени находятся изнутри они как бы доведут раз что здесь еще есть выемка как где крепится черенок вокруг нее там потемнеет можно тоже немножко так уточнить это выемка как идет у нее там темнее потом свет и немножко здесь потемнее еще где эти листья пока не отогнулись там немножко тоже чуть чуть темнее поэтому тоже можно проложить эту тень кругом здесь можно немножко доложить вот так примерно сильно там не надо уже играться до каких-то прорисовок сильно но вот чуть-чуть вот такое место я бы даже сильно не корректировал но красиво оставить можно тут выбираем уже где нам хочется поправить а где от прям красиво расплылось недосказанности она нас устраивает пусть так и остается дальше следующую поработаем сейчас посмотрим на ней тоже уточняем этот зону стебель к этого я вот прокладываю ценевую часть ну по идее конечно у стебля также есть и световая часть и ценевая рефлекс но он тут у меня маленький именно по форме и вот прорисовываем сначала ценевую часть здесь где со стороны света будет не так темно немножко посветлее сделаю так где-то оставляю в серединке светящуюся вот это место чтобы такое подобие объема появилась это может здесь уточнить тоже заворот этот тень даже видите немножко красноватым где-то капают возможно такое потому что зелень она тоже включает себя и красный цвет ягодок он не рефлексирует это будет поживописнее если не одним зеленым пользоваться немножечко там оттенкой оттенками варьировать немножко где-то покраснее по зеленее там оранжевее но я тоже говорила но повторюсь вот допустим тоже дали листочек немножко его да где-то приглушить где-то оставить с этой стороны тоже надо хотим дать может заворачивается вот так пусть будет и капнем это просто лоточек среднего тона сюда то есть видите я живу это все в корректирует же не присматриваю сильно как там строение этих ботаническая веточек потому что в данном случае это будет лишнее когда мы рисуем конечно достоверно верно ботаническую иллюстрацию там немножко по-другому работы ведется послойной источностью когда у нас такая более живая акварель то здесь нужно все-таки больше недосказанности какой-то иначе это будет все смотреться вымочено тоже буквально несколькими мазками я какую-то детализацию дала и все и отставляя в покое и теперь нужно дождаться полного высыхания листа убрать маскировку и доделать детализацию по сухому же и так я сняла маскировку с этих и ягодок семечек теперь нужно их доделать можно посмотреть вот на этом референсе строение этих семечек то есть если мы видим то они как бы вплавлены внутрь ягоды в какую-то ямочку которая тоже немножко затемнение имеет сама семечка на сверху бы светлее сбоку потемнее и стороны освещение это таким образом происходит со стороны тени они немножко потемнее и в целом как бы более таким темным пятнышком смотрятся и мы сейчас это на своем рисунке тоже проведем опыт то же самое можно увидеть если присмотреться к ягодке просто боюсь что будет плохо это видно на видео но все равно видно да что в ямочке не находятся внутри они как бы немножко сверху посветлее особенно освещенной части видно это здесь не видно вижу зато видно блики да как идут они тоже вокруг этих штучек идут так тик 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 тоже можно будет немножко блеки белилами показать эту замарала чуть-чуть поэтому уточним потом билил к белилам так ладно так ну и давайте приступим сами семечка желтова то можно взять и золотистую и немножко желченку какую-то и местами их прямо так вот самое главное чтобы немного в кисточке или тоненькую кисточку берите или чтобы в ней было мало воды чтобы это сделать так как маленький совсем эти объекты чтобы их не залить с лишней влагой я тут аккуратненько прохожу где-то их показываю бликах они там есть тоже как бы я показываю сейчас ценевую сторону немножко вот такую теплого цвета оставляя светящиеся беленькую часть просто она здесь крупная да мне надо маленькие блики оставить поэтому я заливаю так аккуратно точечно прохожусь необязательно сильно стараться выводить то есть мазочками работаем как ляжет кисточка такая ладно потому что мы как я повторяю не вырисовываем все с ботанической подробностью здесь больше такой импровизации смотрите здесь мне ничего нету но там есть они просто не там немножко потемнее можно эти точки нанести сразу кисточкой просто такими мазочками примерно угадывая их расположение то есть вспоминаем да что они под такими линиями находятся или также просто уточняю это может здесь рефлексировать вот так теперь сразу перехожу к следующей а это немножко подсохнет и я потом еще там уточнение я сделала сейчас порисую вторую также у нас там больше выделено этих бликов семечек поэтому здесь прям так побольше поработать придется прохожусь прохожу возле света больше желтенького да если тени у нас может быть такая более темно свет и светлее что-то по желте этом свету здесь немножко темнее такие под темнее поставлю пятнышки несколько то дальние она в целом там пятнышки есть но потемнее можно просто как бы такими точечками поставить немножко не слишком контрастными по тону чтобы они вы были но там сильно не выделялись сильно там не было такой акцент на акцентов чтобы сильно не было и после этого набираем более такой темный красный цвет можно зеленого даже добавить чтобы тень была вот такой насыщенный и аккуратно так проходим где-то местами мы делаем такие углубления самое главное не переусердствовать сделать их только как бы чуть-чуть где-то вот мы делаем так раз но не везде потому что они не настолько прям явные где тут можно показать в цвету тоже есть углубление но более такие красненькие сильно здесь важно попасть тон чтобы он было ну не не было не было прямо в таком явного и выбивающегося это вот я беру красный еще раз смотрю вот так это может сделать так немножко поставить здесь можно там больше тени такую красную дать можно даже немножко уточнить лисировкой теневую часть здесь например пройтись мне хочется немножко больше потенек я сдала пожиже краску разве а то есть не огни сильно густая на меня я так и прохожусь немножечко уточнять тень такими как бы мазочками мазочками здесь немножко объема не хватает будто бы поэтому здесь немножко тоже так уточню и можно потом промыть кисточку и это немножко растянуть так лишнее убрать здесь нормально можно оставить и также здесь немножечко тоже уточним красненьким где-то тут эти выемки цвету просто красным таким образом как бы ямочка сейчас уточняю в каком в какой ячейке сидит наше семечко чуть-чуть чуть-чуть уточняю ямочки местами здесь местами потемнее ямочки где то есть несколько ямочек немножко где то может потемнее сама ягодка вот здесь и чуть-чуть тоже уточняю пусть немножко что-то сплывется сплывется чтобы не было все так вот вырисована вылизана и краешек вот так вот размоем таким образом все и теперь немножко белилами надо уточнить блик и может где-то акценты пятнышком добавить так берем белила почему мне тут при лилами приходится прибегать я размазала когда стирала маскировочную жидкость не дождалась полного высыхания начала стирать маскировку и пальцем немножко рассмазала свое оставшие то что я белое оставляла размазала и у меня это белое исчезло поэтому придется немножко добавлять все-таки белилом блик начал пропадает немножко грязно получилось в этом месте не совсем конечно то что я хотела но придется залезть и так конечно идеально все таки оставлять белый цвет бумаги кисто самый светящийся и сама белый белил уже все такие какую-то матовый дают и не будет такой звонкой акварель особенно если много белила где-то добавлять все это думаю сильно нам не испортит может где-то еще такой раз по блестке мне сделать тут например все тут главное с белилами тоже не перестараться потому что можно ими легко перестараться тоже видите как и блик накладываю как бы сверху по ягодке его накладываю оставляя вот эти промежутки ягодок внутри которые семечки ягодок а семечек которые в этих луночках находятся как бы такой сеточкой где-то может есть блескивать тоже так вот так все достаточно слишком много немного еще можно немножечко взять королевской голубой и аккуратно где-то уточнить также рефлекс вот мне сейчас он еще раз текает убираем лишнюю воду с кристочки смотрю рефлекс можно тоже сделать такими же ячейками будет туда интереснее что он так вот это там поблескивать как будто бы буквально несколько таких пятнышек формирующих обходящих семечки вот она заиграет по-другому ягодка я беру королевскую голубую она в принципе краска белильная поэтому она будет сверху перекрывать слой но когда высохнет не будет слишком ярко вот как сейчас смотрится немножко пожухнет и будет примерно то что нам надо можно даже этой положить чуть-чуть здесь немножко разной чтобы ярко более обобщенно так примерно так и в завершении мы пройдемся немножко еще пройти по зелени них была листиком которые уже подсохли где-то мазочками них уточним ну вот допустим вот этот край раз так и одним мазочками положу так тоже смотрите чтобы не были слишком темные где тут я форму немножко вернул чтобы видно было но не везде допустим дети так от пороложила часть и оставила то так может прожилку какую-то и нарисую лисе ровочка так мы сильно листья не прописываю чтобы только чисто видимости для листвы создать и все то тоже немножко возвращаем материальности потому что сейчас они про сильно выбиваются из-за того что совсем расплывчатые в отличие от этого более менее реалистичного изображения ягодок поэтому чуть-чуть нужно им это материальности вернуть и вот мазочками по сухому я как раз ту материальность немножко возвращаю прожилку где-то уточняются краешки надеюсь допустим тоже сделаем более такой по сухому резкий край пусть пропадает до в одном месте здесь возвращаем такая игра появился пропал появился и здесь тоже вот появилось что-то где-то больше витамины вот этот мазок лишним слишком я его ярко сделал это ярко сделали мазок не нужен просто его чистой кисточку убираем сразу сразу убрали и он стал более такой какой нам нужен поэтому исправлять что-то в акварели на самом деле можно главное не переусердствовать чтобы не было это слишком затертости много здесь покажем стебелек уходящий немножко желтенького смягчая на школе отходящие стебли а то они сейчас как бы резко отходит и прям взгляд сюда привязывается нужно более мягонько чтобы это было ну и в целом я думаю что можно и завершаться примерно я вам показала процесс работы по мокрому как мы можем работать над такой веточкой и акварельно ее решить осталось поставить где-то подпись возможно здесь ну ладно я уж не буду в эфире расписываться вот спасибо всем кто посмотрел до конца особенно тем кто прессует вместе со мной обязательно отмечайте меня и жду ваших работ пока 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 пока